Дорогие друзья, вот сейчас фестиваль современной поэзии «Красивые стихи», который устраивает театр поэтов «Послушайте», в музее-усадьбе Державина, так сказать, обретает второй смысл, имеется в виду второе отделение. Значит, господа, вот этот акт, вот в первом отделении мы делали некую поэму и умудрились за час 05, по-моему, около 40 поэтов выступить. Можно в книгу «Реклама Гиннесса» запустить, чтобы мы это совершили. Из этих 40 стихов каждый автор своё творчество исполнили. А во втором отделении фестиваль «Красивые стихи», фестиваль современной поэзии, 8 декабря 2012 года, вот здесь, в музее-усадьбе Державина. Во втором отделении каждый поэт уже немножко, как бы, приготовлены отдельные блоки свои. Там тоже красивые стихи, в этих блоках. Как люди готовили, кто-то, может быть, один даже стих. Это всё очень так, у нас всегда так непонятно всё немножко. Но будет уже немножко концептуально иначе происходить. И я бы очень хотел позвать вот того человека, благодаря которому мы здесь, это... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Главный, Галина Ивановна. Здравствуйте! АПЛОДИСМЕНТЫ Главное всех и поэтов, и кто послушает театр, кто послушает наш музей. Музей Державина и русской словесности его времени. И так как мы отреставрировали всё, всю уже усадьбу. То сейчас называется музей-усадьба. Но где вы находитесь, это именно музей Державина и русской словесности его времени. Связано это всё с 18 веком. Когда уже мы, русские тогда, другие люди, говорили только на французском языке. Я хочу вас поблагодарить, Володя, за вас большой, огромный уникальный. Вообще, очень уникальный. И вот я здесь написала с надеждой на будущее. Даже не против, чтобы мы ещё что-то сделаем. Да, но этот музей, это объект Всероссийского музея Пушкина. У нас ещё и музей Державина есть. И у нас ещё есть музей Дефрасова на Литейном 36. Ну, я хочу вам подарить, знаете, афишу, которую... Да, 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 красавица. Компания. На интернете, на сайте написано, что театр поэтов послушайте, будете делать спектакль в рамках фестиваля. Ну, в принципе, всё это вместе, то, что вы мне дарите в афишу, тоже... На нашем сайте, знаете, у нас филологи... Здесь учёты. Фантазии. Я хочу вам подарить наш бюджет, наш театр, уникальный дефицит, и пригласить вас всех в музей Прекрасного. Ну, и, конечно, откуда-то всех наших поэтов. Некрасова, Державина, конечно, и Мянина, Александра Сергеевича. Пожалуйста, спасибо вам. Ну, спасибо. Галина Ивановна, я могу, так сказать, хозяйка музея-усадьбу Держави, можно так и сказать? Нет, хозяин у нас не Красный, Сергей... Да, здесь вы хозяин. Вот там, в музее Пушкина. Ну, я имею в виду, как будто как это... Ну, и здесь, здесь. Да, да. И я надеюсь, что мы будем когда-нибудь танцы так и покажем, да? Да. Ну, завалимся. Хорошо. Всё, не надо больше тянуть кота за хвост. Здесь нельзя такие слова произносить. Да, да. Да. Ведь Пушкин, Державин, благословил Пушкина. А вы знаете, что Пушкин писал? Тоже разные стихи? Разные. Молодец, Пушкин! Або! Ибо! Любовый Душкин, смакуя перо, Аборт вида дыро, Катит в ушки давно, Либо равно. Мушки грызут хвалебные сушки, Пушкин давно Продырявил ушки всем, Всё равно. Молодец, Пушкин! Славно! Ай, да, сукин, сэм! Спасибо. Валенький очевиданский с моей стороны. Ну, Державин тоже был поэт, Я думаю, что он был понял. Понял. Значит, теперь начинает вторая часть. Игорь Борисеевич. Аэрозы вплывают в комнаты В медленном трепетном танце. Аэрозы летают ады, Ты застыла в глубоком трансе. Аэрозы дрожат растерянно, Незамеченные тобой. Только воздух да свет серебряный Наслаждаются их игрой. Только воздух да свет серебряный Наслаждаются их игрой. Наполняет кубы пространство, Аромат аэроз волшебный. Ты застыла в своем постоянстве, Ты сокрылась от мук душевных. Растворяет эфир аэрозы, Исчезают они постепенно. Не осталось у нас вопросов, Только в память о свете тени. Только в память о свете тени. Девушка в апельсине, Какие глаза карие, А может быть синие? Что вспомнят мой разум Бессильный о девушке в апельсине? Голос, струящийся ручеками, Волнами ласкающий светлыми, Звон и падение, Улет восторженный юный, И слияние с небесами, Звезд золотистых дюны, Высоковольтное будение, Расплавленными проводами, Потеря воли, разум, Облуждание улыбки бессильной. Вот же какая зараза, Девушка в апельсине! Снимаю внимательно кожу руку, Порезав сначала на лепестки, Смакую медленно, Медленно сочную мякоть. Сомнений нет и в помине, Не жаль теперь, Пусть я умру, Я видел девушку в апельсине! Спасибо, Игорь Борисович! Игорь задал какой-то литературное чтение, С одной стороны, Исполнял громко, А с другой был уткнувшись в листов. Зачем? Ну ладно, Аси, пожалуйста, пожалуйста. Ладонью в ладонь заключенные руки Моклись совместно, Моментом нещадно Обратились в гармонию Запахи, звуки, Тела было голых кругом, Шоколадом. А солнце горело, А солнце дышало, Но в близости губ нет твоих гречей, В ореховом взгляде потемки лучей, И с каждым лучом слаще все обжигало. Лето жарило, Пело, Свело, Раздевало, И ветер дышал, Как размайник в сон. А солнце горело, А солнце дышало, Диктуя собой минимальный фасон, Минимальный простор Отделяло наши лица Цвета каштана И цвета калийца. Люблю ничего не видеть В запотевших отчаячках. Я крича, Я улыбаюсь, Разбираясь в давних делах. Когда-нибудь я застаюсь, И, может быть, даже так скоро, Упустив между пальцем время, Могучего, скользкого волна. Но мне все равно. Вовсе не страшно. Я вижу, знаю, Вот только молчу. И нам еще долго идти с тобой рядом. И это я знаю. И я так хочу. Реальность покинула вовремя, Ночью, Чтобы долгим и ясно представился день. Все на местах. Все понятно и точно. И я щупуюсь солнца, Отбросив житей. Так тихо. Тише, чем шуршат шелка. Чем тише. Тем сильнее слышно, Как движется балл с другого рука, И чешет звук язык, Задумавшись, Чуть хищен. Так тихо. Тише, чем моргает свет. В стекле, В стекле в изгиб пружины заключенный, И шепчутся в полу под тапком мышь, И дышит город, Тишиной обреченный. Точен. Точен. Точен и точен острый грифит, Взрезавший лист и лист, и лист, и лист, и лист. Так тихо. Здесь на столке честь. А на полях Задумчивое время. Спасибо. Асяр Пушкарев. Александр Нерянов. Небольшое предусмотрение. Современная легенда гласит, что когда Иисус Христос был распятым в Христе, к нему прилетели кресты и стали клювами вынимать колючки из цернового дырца. Пытались им уйти в гости, но это им не удалось. Клювы погребились, а перья, испачканные в крови, стали красными. Поэтому во многих странах крестов называют христовыми птицами. Кресты. Вот и ночь. Да все кличет кого-то Над озером клест. Осыпает хвоинки, Тревожа туманная лона. Я прошу об одном. Не загадывай, милые звезд. Наши белы. Уносит их праведный пыл с небосклона. Ты положишь на сердце ладошку, Как будто всерьез. Но однажды, Проснувшись в ночи, Перепрелый, кошмарный, Вдруг услышишь, Как плачут собаки, Погиб малый пес. А наутро найдешь у порога Огарок полярный. Ни загадывай божьих свечей, Ни души, ни трави, Им бы вынести свой Безотранный, безжалостный жребий. Оттого и у креста Пернатая грудка в крови, Что в сердечке Теснится страданий За каждого в небе. Он и глуп, И по птичьей пуглив, И от старости слаб, И не знает, Какие проклёстов Слагаются в басне, Только где-то теперь, Сирота, Безудешный кахал. Ты свети, Хоть в пол силы, Свети, Но не гасни, Не гасни, Сколыхнется над соснами эхо, Ему вдохновать До звезды. Но тому, Кто сиянием тьму одолеет, Вдруг пригрезется Лучиком кротким Полярная мать Не сгорела, Лишь чуточку дальше И верно светлее. Ни загадывай звезд, Поделись лучшим мукой своей, Высыпай в мое сердце смелей, До последней крупицы. Я молю в небеса, Научите страдать за людей, Как страдаю за вас, Беспокойная, Добрая птица. Ночи без яда. Когда мы будем жить с тобой в море? У какого моря? У самого сильного моря. Теперь все реже без яда ночи, Да не о том. На побережье у хвойной рощи Есть светлый дом. В краю заветном нет слов тревога, Напасть беда. И веришь, нет, но громадный окон Я не видал в самом рассвете, В самом покое, В самой мечте. Но кто ответит, Теперь легкою, Светло ли тем, Чьих песен бессонницы Желтый льет, На хрупкий фитиль, Эпилептик прибой. Теперь ты видишь, Как мимолетно, Людская боль, Теперь ты дома, Дерзает, Морят мираж пустой, Лишь в горле комом Осталось в море мольба. Постой, Побудь со мною. Пустырь вокзальный Грызет груди, Промозгло ноет Свисток сигнальный Один, Один! То дождь, Не слезы, К ушам ладони, Зажмурь глаза, Легки колеса, Да рельс на склоне Остра лоза. Ну что тебя держит? Грохочет по крыше, Как будто тревожить, Ты жив, Ты там, Быть может, Память отпустит, Слышишь? Отпустит, А! Безъярно ночи Все реже, Реже, А за стеной Гарнизов скрежет, Колосье режет, Как будто бы шепчет. Давай! Александр Кириан Елизавета Вавилина Гарнизов скрежет, Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка в ребрах. За округлой и нежной личиной скрывались признаки монстра. И эти призвуки мощи всплыли в области мышц, когда ты такая тощая терялась среди длинных ресниц. А экран покатал юморком «Американ мегапродукция». И я тебя медленно трогала, теряясь в женской конструкции. Спасибо. Галечка Титова. 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 Сейчас такое знакомое всем, особенно почему-то чаще всего девочкам доволью стихотворение. Называется «Грабли». Мои грабли всем граблям просто лучшие. Никому их отдавать не хочу. Я ликую, сердце разум не слушаю. За эмоции потом заплачу. Мои грабли, я на вас с удовольствием. Мои грабли, осень стала весной. Но зачем опять на те же вы сбросите? Да за тем, чтобы быть снова живой. И последнее. Маленькое, короткое. Вам понравилось. У меня к тебе есть предложение. Забери меня просто, без повода. Брочь сомнения, брочь раздумия. К черту сомнения. Будем греться на улице холодно. Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвения народов, царств и царей. Держать. Временные привычки или временные. Мы отвыкаем от времени. Мы немеренно скованы с временем. Мы временно сдержаны с временем. А без времени видим сны. Преднаверенно вырвись из времени. Без потерь простираться во времени. Невозможно. Ведь все это временно. А у времени только ты. Только ты ощущаешь время. И не я, и никто в этом времени не подскажет ответом уверенно. То во времени ты есть сам. В попытке вернуться ко времени. Неравенство в вере и в рвении. Мы вновь привыкаем ко времени. Ко временным этим местам. Неспешный шаг стремлений к бегу. Спокойствие и быстротечность. Наверх рассчитан человек. Душа рассчитана на вечность. Взволнован новым. Взволнован снова. Основы словно и вовсе нету. Зарыты в тучах землей глухою. Твой лучший случай прикрыт виною. Весна плюс лето. В излишках суммы. Себя-то где-то. Нашел безумным. С дождливым шумом. Поспеют гроздья. Порвутся вены. Взорвутся звезды. За что от света. От суток смены. Немые окна. Седые стены. Коль стало тесно. Паралей для мира. Водовой небесной. Прозрачной. Пресной. Свой воздух чистый. Свой ветер быстрый. Свой луч из кресты. Пусти в эфире. Уйди аскетом. Вернись всеобщим. Вернись любимым. Прошедшим толще. Своих сосудов. Судов. Судов. С небес оттуда. Спустившись в люди. Отдаем лучших событий силу. И твердость суши водой. Судов. Судов. АПЛОДИСМЕНТЫ Судов. 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 Под луния вечерела. Нарошкой неспелой. В забытую капеллу. Я заплатил билет. Вгустел туман. Расулья. И звезды чуть проснулись. Несли в свой звездный улей. У луны медовый свет. Безмолвно удивляясь. Вселенные встречались. И словно изольдавясь. Молчал ночной ручей. На переулке сонном. В тулупе запеленном. Стоял я обретенный. Но как всегда. Ничей. Лукавые собаки. В тишине смея гавкать. В своей бесшумной драке. Играли свадьбу. Ты не знал. Спя в кровати. Что на моей тетради. Царят люхие тати. Заборные коты. Что деревенский дом мой. Преданиями ведомый. Неведомо бездомный. Глядит не видим что. Чьи с поволокой очи. Тот одинокий очи. И он боится ночи. И пишет лишь о том. Покур. Уважаем. Благодаря. Субтитры подробнее. 1547 года. На восток окно повернул не зря. Каждый божий день. Брест целует мя. В пребноватый дом забираясь бар. Он хоронит хмарь по глухим углам. В полдень солнца бродь, саван синий сняв, Накрывает мир под осиделик. По стезе лесной странный ходит зверь, Собирая гриб в ковш березовый в сумеречный час. Нарявой закат, понавесив звезд, распрягает щель. Лошадиный бог, ротай слепой, а в греховный миг, Когда тьмы полы, превращая в ржук, Кружевную рожь, выплывает в ночь, навсегда влюблен, С мирядом жаб, березовый лунь, А под ним все мир под березових склюквенных болот. В сарапане снов, а кихмельный бред, да и стыдный стон, Входит белая, светлокожая, голову смеясь, На плечо ладет и придет свои обещания. То ли всплеск, то ли сполок, то ли львовь задержали вдруг, Лугового ромашкового золота задружали веснушки в круг, Лубины колокольни, да, соловьи к небу тянутся, Сердце нежное вынес, да, из льда, Грусти лебеди, может, станутся. Заплети, няну косу, коль, ты пожаливая, Осторожная, и души моей, босу, коль, Задуши в раз острожную, а не то, Не пущу вовек, украду из глаз слез разбрызг, И пускай расклющу сто рек, И пускай солнце будет вдрызг, Под собачий лай истовый, Под гармонь небогневного, Ты взойдешь на престол любви, Нареку тебя королевой. Дмитрий Панов решил песню спеть, Вместо того, чтобы стихи вам было. Но он на самом деле, как бы, как называется, Ивец, 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 ивец. Добрый вечер еще раз, Но я просто стихи чуть-чуть меньше люблю. Вот, а тут Бог послал Сережу в гитаре. Так что я на произведение вам не вспомню. Ромчик, тиши, ивец. Ты родился и подкился, Пока мы летели вниз, В хилых поисках себя. На коне ждали света и тепла, Средь окурков и стекла Пересуды деревян в стакане. Кому нечем было крыть, Оставалось просто быть, Кто поздно и просиял горсть светла, Кто цепля по гроб почет, На богостах перечет, На богостах перечет, Не хотят. Не хотят одной войны, Только порох паристром Улечит. Молодые семена, Золотые стремена, И я опять, опять, опять до дна На вылаз. Одноразовость лица Не суразит за конца, Пустоцвет да тишина Сожгли нас, Согласы облаков Не оставили за мной, Снова слезы на порог Отвечем властье Милых тишины Не хотят другой войны, Только порох парыстром Увечи молодых семенах, Салатые времена и опять-опять Одна, а вы нас, Одноразовая свеца, Не суразится конца, Пусть тот свет да тишина Сожгли нас, не родился и подкис, Пока мы прилетели вниз. Мы договорились про стихию. Я иду тоже на эксперимент. Скажите, пожалуйста, кто считает, что эта песня сейчас здесь прозвучала? Поднимите руку. Офигенная песня. Классная песня. Кто считает, что Дмитрий Панов сползался, но был не готов, пел тихо. Ему микрофон нужен. Поднимите руку. Спасибо. Ольга один. Снегопад. А небо угрожает снегопаду. И ветер дует нам в противобед. Идти вот так с тобой, я даже рада. Вроде бы с тобой, но словно белый. Молчи. Слова поднимают мне несколько. Шаги не тяжелые, не легкие. Нас жизнь из одного пилотертика. Пекла их на стадинный пирамид. Все рядом с низоручку и бабушку. Идем, и каждый думает с вами. И я, что у нас нет общих художников, а ты, наверное, слава про меня. А небо, разразившись снегопадом, все сделано каким-то жутким нежным. Я рада, что иду с тобой рядом. Небо шагу безумным нежным. Каждый тварь и папай, отлично, дружок. Напиши нам сценарий, где все хорошо. Чтобы небо волнуло и счастье о Бог. Чтобы все было сразу и точно всерьез. Осень листья капкана разложит в пассианку. Нам не нужно ждать марта. Все будет сейчас. АПЛОДИСМЕНТЫ Разлетаются волосы от ветра. Иду осторожно, обхожу лужи. Мне бы сейчас и на юг, и шляпу и свет. Да, мне еще статей не нужно. Открываем зону, а дожди обрячься. А мне бы его сейчас всегда и вдвоем мокнуть. Так хочется отстать иногда частью. Особенно тяги от чужих окон. Я падаю в людей, в их глаза, в души. Ведь каждый ценный мир за кромах прячет. Пытаясь тщетно мысли у них подслушать. Всю щетку и застежку на кудал калачи. Разлетаются волосы. Ликну к губам. Иду быстро, перепрыгивая лужи. Наверное, я снова снимаю лужи. За то, что не хочет меня делать ножи. Спасибо. Ольга Адейдулина. Спасибо. Я узнаю, что когда ты провоцируешь облазбет, мне будет блок, а ты прочитала стежок. И ждешь, пока тебя поаплодируют. Все аплодируют. Человек приготовил несколько стихий. Один за одним, как некий блок, а потом... Нет, я не настаиваю. Если очень хочется, аплодирую. Поэтому не надо специально провоцировать. Сергей Медведев, пожалуйста. Играет музыка. 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 О, любовь, ты так жестокая, И тебя я не пойму. Отчего мне одиноко, Могу страдать мне ни к чему. Небо, как я, но не ветер, Лишь я вновь, я вновь грязю. Слышает, словно ветер, Точно сердце вечно шум. Без тебя я одинок не танцую, По ночам, по нежным образцовую, И когда я понимаю, что это любовь, Останусь твой до рассвета. Дело в том, что весь звук остался там. Классно поет, сюда долетали какие-то определенные тембы. И фоно, ты можешь вот сейчас хотя бы один куплет просто спеть из этой песни? Вот так, живьем. Почему вы хотите бренчать на этих инструментах? Без тебя я так обижен, Я страдаю без любви. Одиночество унижен, Нет любви, как не забит. Вот это, я слышу как, а вы слышали совершенно другое, понимаете? Ну он может быть так. Спасибо всем. На будущее надо заранее, все-таки не спонтанно, а заранее. Я не послушал, к сожалению, проверить акустику. Акустика там выливает. Кто следующий? Я. Пожалуйста, Светлана Причева. По бессонным моим ночам, Глубким эхом былой любви, Пой гитара в мою печаль, И на счастье мне душу рви. Я не мыслю, что кто-то из вас В этой музыке мог смекнуть, Где кончается сон и вальс, Вдруг врывается пламя чувств. Ну а ты, человек страстей, Океан, пересекший брод, Ты услышишь ли в пустоте, Как сбивается сердце с нот Подразмеренный стук колес? Я опять проиграла бой, И мне грустно, что не всерьез, И что снова сама с собой. И, наверное, пора прекратить Совершенству предел искать. Я почти разучилась ходить От того, что могу летать. И зачем говорить слова, Если я их умею петь? И зачем мне тебя целовать, Если можешь от взгляда сгореть? Когда в светлом небе Нежданная Выйдет луна, И призрачный блеск Пробежит по полям и волчая, Мне кажется, Словно я здесь совершенно одна. Иду вдоль домов, Никого из людей не встречая, И кажется, будто бы мир Весь в песчинку зажат, И брошен на берег Огромного белого моря. А волны, что денные ночь На камнями шуршат, Поднявшись в прилив, Его просто подхватят И смоют, И все остановится. Только сиди и смотри, Как пенные волны Накроют твой маленький остров. И если останется что-то От этой земли, То разве что Самое белое море И звезды. Спасибо. Я все. Приветствую. Александр Калиев. Ты проснешься в пустыне, Где умер безумный порог, Где, в горевший день, Рассыпается в черный песок, И дрожат в долетей дрожи. Это старые джинны, Это их дом. Ты захочешь до них добежать И спросить обо всем, Но уснешь на гостях, И проснешься в трамвае, И, кручим вдоль старых домов. По изогнутым улицам, Мимо высоких мостов, По звенящей дуге. Но тогда в голове Прозвучит самый важный вопрос. Ты уснешь подразмерный Грохот трамвайных колес, И проснешься в тайге, Где оброзник, Сошедший с ума Столетние тоски, Напевает веселую песню Черные реки с перекосанным ртом. Он расскажет тебе О природе нетленных мощей, Что длиннит человеческой памяти Вещей и о чем-то другом, Но об этом сразу забудешь. Лезки твои сны, Декорации их бесконечны, Их фазы видны под движением век. Ты увидишь меня, Расскажу тебе все, что узнал О стране белокурых гигантов, Заснеженных скал, Водопадов и рек. И еще расскажу, Почему не проснуться во сне, Почему искажается в вечность В трамвайном огне Безобразной кривой. Не спеши, Это будет зимой, Будет сильный мороз. Просыпаешься в постели, И вспомнишь тот самый вопрос, И окажешься мной. В темноте ей пресветит Тревожного дня, И в ночи в беспометном сне, Кто-то видит меня, Кто-то знает меня, Кто-то помнит всегда обо мне. Эта Родина крепко меня обняла, Горяча, ненасыпна, нежна, Так тонка ее шея и кожа бела Под одеждой из мягкого льна. Этой ночью она Усыпила меня, Прикоснувшись рукой до лица, И окопался в реке, Я увидел коня, Он тащил с собой мертвеца, И была его жаркая криво красна, Как в душистой осенней сумах, И багряным закатом Сияла спина, И рубин не склились в глазах. Красные кони скупаются В тражной реке, Отмывая болотную гриль, Наблюдая испуганно, Как вдалеке поднимается Красная пыль, И звуки, Вбивая копытом свинец, Вместо сладко звенящих монет, Он мечтает о том, Что однажды мертвец Снова сядет ему на хребет. Знает он, Что однажды От крепкого сна Вдруг услышав Беспомощный крик Станут дрянные люди, Похожие на Великанов и сказочных книг, Тяжелы их шаги, Голосает, как гром, Со звездой у каждого шлем. Все, что было на свете, Окажется сном, Все, что было ничем, Станет всем, Все однажды Случится. Все это не зря, И когда-нибудь Конь подо мной Остановится там, Где в конце ноября Будет пахнуть Весенней грозой. Так и будет, И утром последнего дня Мы поскачем На красном коне. Ненасыпная Родина Любит меня И не сможет забыть обо мне. Отправление Синий вагон, Белоснежная скатерть, Я один В этом поезде Все это было со мной. Проводница Она Недоверчиво Смотрит на паспорт, Улыбается Это не блюдо Кто-то другой. Под стаканом Дрожащая ложка Песно На рубашке Полотенце Кричащий ребенок Граненый стакан Огонь за окном Пограничник В зеленой куражке Вот тебе Две монеты Не надо смотреть В чемодон Ростови Нам безжалостный май Ростопчи Наши лица Ростови Как умеешь Ты знаешь, Как нас расколочь Прорастая Через наши тела Как густая пшеница Прорывается После войны Через мертвую плоть В жадных поисках Нового праздника В поисках Чуда Исключений Всего, что Запретано В темных углах Чтобы здесь И сейчас Чтобы сразу Везде Ниоткуда Чтобы черти в аду Топились в своих же котлах Мы упрямые Мы неземные Мы Слава небесной Заслужились полна И теперь нас Увозят на фронт Торопись Поскорее На небе Становится тесно Ленины На небе Рукнули За горизонт Все закончится Утром Исчезнет Покроется пылью Я проснусь В совершенно другой Черно-белой стране О которой Мы знали Всегда О которой Забыли О которой Лишь бронзовый борт Вспоминает Огоньки за окном В ограничках Фражка Винтовка Фотография В паспорте Да, это кто-то другой Все закончилось Утро Вагон Проводник Остановка Это Ангел Зулемнодорожный Приходит за мной Спасибо Сахер Впереди Саш, вверх Четче Потом Слешиваете О Нет, из-за произношения Двух И нельзя слышать Это ужасно Нет Просто Пожалуйста Святослав Второй Знаете, на самом деле После Саши Очень сложно отчитать Потому, что у него довольно сложные Стихи Я решил сегодня Вообще На минимальных Я вижу Чьи-то города И раскаленную в них медь И я смотрю в твои глаза Здесь больше не на что смотреть Я поцелую этот мир Кипит от радости слеза Здесь больше не на что смотреть И я смотрю в твои глаза И каждый раз Ломая курки Я по привычке Делаю дым Я живу как молодой бог В окружении холодных витрин И каждый день Ничего не несет Это сальто Из прошлого в завтра А надо мной Парашютный шелк И никакого пути нет Обратно А на самом деле Я тут недавно выяснил Что одно моё стихополение Стало рентоном Для радиомаяки А чтобы Атмосферу всех вести Короче, вы читает Харс Ковалевский Зима кусает мой сапог И скоро догрызёт до ног Но на пути у ней носки Не доберётся до ноги Спасибо, спасибо Аплодисменты Аплодисменты Дмитрий Панов Иди сюда Дима Иди сюда Сихонечку Акадьевну Ну быстрее Иди по носу Давай всё-таки Стих почитай Попрошу У меня с собой стих Выиграли Красивый Почти Исполни Дмитрий Панов Я сейчас вырвожу Давай Вы что помнишь Ну Давай попробуем Хрустнуло время Солнце желтком повытекло Из скорлупы За постоялый двор Скрипнула стремя Снова собой Побыть игра Там, где столбы Вёрстами гонят сон Скучены в тучи От звуки липкой удали Режет слеза Выжатых глаз Коралл Небом приручен Пьяным нахрапом Чудом ли Пала роса Там, где себя Искал Вновь невдомёрки Выгнулись Полумесяцем Шарив по тьмах Мхом муравьиных троп Августа Соки Лижет В захлёб Залей сердца Завтрашний прах В страх Не морщинит Лох Лопнула темень Холодом В переносицу Вы почувствуете Ну, примерно так Вы почувствуете Ну, вы почувствуете Ну, примерно так Почувствуете Писать красивые стихи Аркадий Райцев. Три стихотворения об отношениях. Ищет сгидывшего кая неприкаянная гетра, и уже дошла до края. Вдрызг изогранные гетры, развалившиеся шузы, Пахнет пятна, справа, слева, то какая бьет не утушит в замке снежных королев? Пишет Герда. Детка, ссори, но договоримся сразу. Цель мужчины вечность строить из прозрачных лапких пазлов вихретворческого зуда. Разочаровавшись в камень, Герда утопилась в зумбель. Это датский патекарь. Далее. Болу шведы. Заморальное увече. Резко отсудили Герду, фрау Меркель, леди Тейпчер. Потрясла Европу драма, словно клипец в прошлом летом. Надо прочитать заданного про Ромео и Гавлетову. Рожда какого фея мне сдала. Приперлась и листом наливла ванну. Я терла пол, я выгребала грязь и разворачивала чемодан. В кастрюле булькал будущий обед. Скорее завтрак, а возможно ужин. На сайте перечитывала бред от принца, не рискнувшего стать мужем. До смерти будешь в девках руковать. Как зуб больной под ухом фея ноет. Я застелила узкую кровать. Надушанной лавандой простынёю Велела фея, закругляй базар. И уходя потом, закрой ворота. Она расуя плеснула мне в глаза. И захотелось упадать. Чего? Не пускай. Паром в Петербург. На лобейке. Закрыты ворота. Шторм поставлю я не могу. Раскатался в губу на субботу. Изупсал в траве со словиц. Ловят русские буксы курсоров. В синем море мой рыбка занес. Ей за тридцать, ему чуть за сорок. Дружат гос и довольно вполне. Город встретил стихию, как надо. От потопа дитя Прикане Защитил волновом Селинарда. Хоть сметалась больная Нева, Возбуждённая пушкинским ретро И порывами злобного ветра, Зря качающего права, Тополя и столбы до упада. Подчеркнув телепашний иглу, И ограду старинного сада Гонит ветер по улицам глуп. А на сверхом экране айпада. Заграничное слово. В углу! Аркадий Радик. Аркадий Радик. Аркадий Радик. Аркадий, а какие-то другие стихи мы отбирали? Нет, вы садитесь. Одно и другое. А я вам объясню. Вы зря не идёте тут у меня на поводу. Почему? У вас все стихи замечательные. Я отобрал те, чтобы люди еще такого не слышали. А вы зря их не вспомнили. Я вам просто скажу. То, что вы сейчас вспомнили, было замечательно вот так. Здесь прозвучало, все хорошо. Понимаете? А вот те стихи, которые мы отобрали, Были уже поздно, сами виноваты. Следующий раз. Юля Сечкарова. А в следующий раз я с вами тоже не буду договариваться. Договаримся на одни стихи, а вы исполняете другие. Извините-ка. Яхерский хейс помню. Это не моя проблема. Учите! Нет, я вам послал совершенно другие. Нет. Я злой Карабас поработал. Песня Олега. Захочется света? Свети. А не требуй, чтоб звезды зажглись. Так часто, поднявшись до самого неба, смотреть сверху вниз. А сколько забывших, что были крылаты на красном снегу. Стоишь наверху. И смешно, что когда-то кричал. Зима. 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 Отогреет нас в снежной постели. Но мысли сгрызут. Еще не допили. Еще не допили. Читает грязу счастливый финал. Пусть не наших историй. Легко, кто не ждет последней весны. И уносит-то скорой. Потери не в счет. Порою, решив, что не стоит пытаться, Вдруг делаешь шаг. Весь мир против нас. Но давай улыбаться. Просто так. Береги в себе солнце. Мы стоим на вершине высокой горы. Где-то долго. Да не вспомнить дороги назад. Не беги же. А вось переждем до поры. Может, где-то и правда нас ждут. Может, где-то однажды Нас все же поймут и простят. Береги в себе солнце. А звенели рассветы. Не жди. Не зови. Серый город уснет Под холодной волной. Я искал в этих лицах Хоть каплю любви. Да забыл, Что когда-то был каждый родной. Это значит, Что завтра за нами придут За отцом сыновья, А за братьями брат С тертым временем карты. Пляшут в беду На растоптанном знамени Угли костра. Кислорода на шаг. И молчат впереди все огни На посадочной полосе. Много выходов, входов. А выбор один. Если хочешь дышать, Будь такой же, как все. Да проститься, Кто вышел с рабою от отцов, Где до ныне рождаются Радость и свет. Ты услышишь их голос Сквозь сотни замков. Ты увидишь их лица Сквозь тысячи лет. Сколько воли внутри, Чтоб дари, А не брать. Чтоб ценить, что имеешь, Ничто потерял. Я сказал бы тебе, Я б простила. Но опять За ладонью кулак, С улыбкой от скал Мы стоим На вершине высокой горы. Не сдавайся, гори! Видишь? Солнце встает. Кислорода на шаг. Не дыши. Посмотри. Это солнце в тебе. Это небо твое. Твое. Берегите себе солнце. Спасибо. Иван Маринев. Иван Маринев. А с городом Что-то случалось. Свечами Качались дома. Нечасто В значении Чаром Дается. Но Глаз примечал. В зрачках Отпечаталась Пара Венчальных Округлых Начал. И верь Случай Межстроч Твоим Рассекречу Мечты. Не плачь Раз отчетливо Хочешь Того Чем Святые Пусты. Пути Различая Да то ли Мы В общую Вечность Вошли. Нам Небо Законом Дозволит. Преступное Чудо Земли. Мир Напоказ Народ Театра О, Дозеркальная Пора То, Что Предсказано На завтра Случил Скажет. Вчера В часах Запаздывает Стрелка Царапает Своим Концом Стеклянный Свод. Погрешность Мелко И циферблатное Лицо Не Прекращает Улыбаться. У 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 Эль эпок отчален где-нибудь в двенадцать? Да-да, так символичен Бог! Геодезисты, не рискуя, сквозь парадис проложат газ, В трубу задуют колдовскую, Прогонят грязно от нас, От амазонки до пузнец, В какой сезон не сыщешь крыс? Уйдем, довольные, как немские, В транс-атлантический круиз. Я посвящаю девушке стихи, Кто не согласен, готовьте к камням, Офертой сердце, к сердцу две руки, И да, я знаю, куда у нее выходит става. Пока я чувствую, я буду лучше всех Ее дыханием, во сне ее желаний. У твоего крыльца растаял снег, В Питере дождь, в сердцах Испании. Как прорезающий пространство нож, Мой полуночный поезд в твои сны. Конечно, если ты сегодня позовешь Звуком так нежно тронутой струны. Если вчера, без тебя теперь вечер скучен, Что там пишет экзюперия, Тобой приручен. И полтысячи этих цветных картинок Не заменит мне сон, что прервет удильник. Я открою глаза, смотрю на город, Солнцем бестапином лед фонтанки и сколот, Ты возвращаешь мне душу, как ретушь. Взгляды смущенные все реже и реже, Поцелуй прерывая на счете сто, Мое фото с тобой всем, кто был до. Для кого-то это точно финал, А я хочу быть тебе вместо двух одеял. Мы в небесах. Раскрой наш парашют, В мое окошко проложим маршрут, На нас, изумленные, смотрят птицы. А я все любуюсь твоими ресницами. Я увезу тебя в предельный переулок, Где из окошка видно Троицкий собор, Где засыпается подмерный стук двуколок, Которые здесь ездят до сих пор. Ветер в секунду, метров, пара сотен, И на фонтанке вновь виден прилив С тобой я буду. Может, старомоден, но точно, Очень нежен и учтив на кухне. Наливая чай на блюдце, Я в узкой щели шторок вижу снег И снова чувствую, что мое бьется Звенящий колокол и уходящий век. Я расшифрую все аппликатуры, Чтобы быть ближе ночью к тишине, Любой с цветом от твоей фигуры, Играющей сонату при луне, Играющей сонату только мне. Твое имя рифмуется словом счастья, У твоих волос аромат имбиря, Я целую твои запястья, Ты – смысл моего мира. Слово «ты» будет в каждой строчке, К любви дуреют поэты, Пуговицы на моей сорочке, Растегнутые твоим летом. Ты насовсем запомни преданный взгляд волка, Ведь грубые мои ладони С тобою стали нежнее шелка, Каждая строчка под кожной сыпью, Слово «жить» синоним влюбиться, Время без нас, как вино, Выпью, проснусь, Когда будут падать листья. Спасибо! Сергей Петерцов! Кто следующий? Я не считаю. Так, подождите. Значит, вот теперь я так понял, Что те, кто запланированно свои блоки Уже исполнили, правильно? Больше никого нет. Поэтому я прошу сейчас выйти сразу Всех, кто по стиху. Вот, пожалуйста, вот вы идите сюда. Вы из другого города приехали, да? Вот вы выходите сразу, сразу. И еще был человек один. Да, вот вы. И еще был человек один. Да, и вы выходите. Все, вот ли наши гости. Сегодня мы вас услышим по одному стиху. Пожалуйста, нам представьте. Вот. Пожалуйста. А Александр Рыжневский завершит сегодняшнюю встречу. Сюда встаньте, пожалуйста. Начинаете. Екатерина Лазовская. Екатерина Лазовская. Здравствуйте. Очень приятная, теплая атмосфера. Красивые стихи. Я счастлива, что у меня сегодня оказалось. И тихотворение Господин Лазовцов вдохновил меня прочитать именно это, хотя совершенно непонятно. Что ты знаешь обо мне? Что ты видишь в глубине? Знаешь ли меня одну? Чувствуешь ли глубину? Глубину и крик внутри. Издали, будто три. Рядом, шепотом и взглядом, сочно выбито. Я градом стану за тебя рыдать. Стану Бога умолять. А теперь о нам, о счастье. Быть не в горе, а в счастье. Вместе. Спасибо. Ещё раз. Екатерина Лазовская. Екатерина Лазовская. Екатерина Лазовская. Спасибо. Представьте. Пасхин Аркадий. Пасхин Аркадий. Пасхин Аркадий. Пасхин Аркадий. Так. Стая. Только поэмы не надо. Нет. Я просил короткую. Да. Время своей жернова крутит. Жизнь не ждёт. Вперёд торопит. Весь лес, весь грустный облетело. Вожак полчистая и отела. Промокнулся на охоте. Оплошал. Шакал не дремал. И господин узнал. Тигр шерха от удовольствия глаза прикрыл. Прижмурился. Ковки кинжалы поточил. У меня вопрос. А у вас есть стих, который соответствует стилистике сегодняшнего дня? Это хороший стиль. Я не против. Все стихи хорошие и красивые. Есть у вас красивый стих о любви? Любви? Я не могу вам. Приготовьтесь пока. Пожалуйста. У нас всё-таки театр поэтов, а не литературное объединение. И откуда вы приехали? Они из Еленбурга. В проезд. Сегодня один. Когда вы ещё идёте? Поэт из Еленбурга Сергей Жанов. Именно так. Сергей Жанов. Как попросили, выбрал одну из немногих на мажорной ноте позитивных стихотворений. Которые я не сочту. Пылки-брызги. Пылки-брызги. Кровь-брызги. Кровь-венеда. Память дремлющих отцов. Будет бой. За ней победа. Больше дела. Меньше слов. Пылки-брызги. Крепче силы. У славянских сыновей больше брызг и больше пыла. Мы-то знаем, кто сильней. Спасибо. Сергей Жанов. В чём хочется? Возьмите. Володое поколение. Володое поколение. Валерия Франц. Франц? Валерия Франц. Почтовое состояние, которое очень много у нас сердца. Очень много у меня значат. И то, которое вы уже согласовали. Да. Существует дыгар. Ах, как прелесть в этот славный миг. Ах, как чудесно испытать всё это. Вот наконец-то кардинальный сдвиг в моей судьбе случился этим летом. Стою я на перроне, чуть дышу. Смотрю перед собой в зоне ясю, победоносную, счастливую слесу. Ничем плохим сегодня не окрасить. И этот день, отныне и навек, в моей душе по ночи не будет красным. Сегодня не ругательство не грех. Сегодня все старания не напрасны. Ну, здравствуй. Здравствуй, Петербург. Я так давно желала нашей встречи. Порой бывала я ночи. Мой друг молилась, тихо зажигая свечи. И вот я здесь, пленённая тобой. Свой крик души мне не держать. Простите. Тебе сдалась давно. Проигрь мой. И руки подставляю. Уведите. Ах, гордый Петербург. Что сделал ты со мной? Твоя краса кольнула прямо в сердце. Накрыл меня своей этой волной. И никуда теперь уже не детство. Хочу побыть и там, и тут. Хочу познать тебя всецело. Я знаю. Лучше не найду. И заявляю это смело. Валерия Франц. Спасибо. Пожалуйста. Сейчас, сейчас, сейчас. Вы выбрались? Да? Хорошо. Петербург. 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 В руках у молодых гвозди. Не нужно музык громких слов. Здесь череда времен, событий. Их любовь пройдет, как снег. На первом острове открытий. Не надо грязься человеком. Петербург. Аплодисменты. О, ножку. О, ножку. О, ножку. О, ножку. Олег, мне просто подписывают. Спасибо. Пожалуйста. Вы еще хотели, что-то у вас там прорвало. Да. Дальцов меня. Дальцов меня. Дальцов. 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 Как раз вы поехали. Извиняйте. Подсвящается другу, другу е. На знаке. Будет плохое, а другая. Уверена, вы будете. Я выполню спецзадание. Я буду стоюком без осечки. Я буду внимать приказы. Базироваться на дверечке. А ты будешь самым надежным. Довлетчиком в нашем гряде. План действий предельно сложный. Пойму тебя с полувзгляда. Конечно, буду стараться всем помощь оказывать быстро. Медсестра не должна удивляться. Обязана быть очень близко. Я буду радистка, что же. Мне это жутко идет. Химический запах кожи. Суток сотни пролет. Победа будет сонарем. И мир навсегда и везде. Любовь яркая. Алая сна. Паяк. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот это стихотворение, поскольку вы пошли на эксперимент, я тоже на этот эксперимент, да? Вы же не были запланированы. На мой взгляд, вот это стихотворение, которое мы сейчас прочитали, да? Оно немножко выпадает из этого вечера. Оно замечательное, штампованное стихотворение. Штампованное, да? Вы очень хорошо исполняете. Вы в театре поэтов можете быть. Я вас люблю и уважаю. Вот. Ну, у вас прорвало? А у меня тоже прорвало. Пожалуйста. Ручеек. Тихо тек ручеек по лесу и поляне. Пела любви и счастья. Потеберился и тек. Вода журча лежала. В радости веселился. Любовь подать стремился. Ты слушать не хотела. Он страдал. Был в печали. Солнце вокруг светило. Он так плакал. Глаз вела слеза. Песня его не слышно. Устал. И сил не стало. От горя вода пропала. А солнце вокруг светило. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Баскин Аркадий Николаевич. Баскин? Да. П-А-С-К. Да. Прошу. Спасибо. И господа, вот прежде чем завершить наш вечер, Ирина Михайловна Коршевна и Александр Ищневский. У них на двоих маленький перформанс приготовленный. Я хочу позвать Серёжу Шипатько. Серёжа, пожалуйста. Близ. Близ. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Песня для гостей Петербурга. Вот из замечательных поэтов. Называется АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это не к тебе! Всего лишь способ поглубже заглянуть в твои глаза Мне плоть и зол, мне ума в обращении Мне страсти, да, простое событие Ведь, может быть, мне просто захотелось почувствовать дыхание твое На моих руках, на моих плечах И чтоб в твоих глазах не отразился мой страх Перед любовью Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-п С тобой минуты, я обретаю многое в себя. Быть может, ради этого готов, Я дальше жить о прошлом, не скорбя. Ломай оковы, к черту все границы, Преграды прочь, условности круши. Мне плоть нас обрекла поддаться страсти, Простое одиночество души. Твои глаза, твои плеча, Хочу в двоих руках, Я не умеет страх Перед любовью. Спасибо. Один стик всегда. Поэзия? А можно не мой? Нет. Свой, свой. Хорошо. Свой? Свой. Хорошо. Сейчас, ну что у меня песня в основном? Ну любую песню прочитай, все. Я увидел тебя родов семь, Ты была веселой совсем, Кричал, что Ленинград лучшая группа. Конечно, пьему я в ответ, Я люблю Black Sabet, Не спорю с тобой, естественно, глупо. Но я боюсь, что ты сядешь на иглу И будешь пускать себе по венам, Ведь тебе и так хватает колес, Чтобы спутать меня с фуртом Копенни. За развлечения сегодняшний день, Пока увинает в его нам в зале концерт, А ты крутишь меня еще, На пару портвейн, Семь, семь, семь. Я стою с рожей в ногах, Ты вплетаешь цветы волоса, И солнце меркнет, Ты так похожа на Дженниса Джобли. Солнце светит, Слепит в глаза, А на душе от чего-то темно, Я звоню на трубку тебе, А там чужое дыхание, Трубку что-то мычат и сопят, Я кричу, Да в чем им дела? Мне так тихо в ответ, Стоит, А она умерла. Да я боялся, дурак, Что ты сядешь на иглу, Будешь пускать себя по венам, А тебе хватило колес, И ты теперь с фуртом Копенни. Серьезно, шибачок? Я не буду комментировать. Нет, ну что, там похожая история, Я не знаю, в связи с чем у Сергея возникло, Поэтому я не буду комментировать. Пожалуйста, завершайте, ребята, вечер, Наши уважаемые, Держаемся, держаемся. Уважаемые старички, Ностальгия. В объятия трав густых бросаюсь, Ловлю их запас, В эту ночь к своим истокам прикасаюсь, Отбросив все иное прочее. И что-то близкое мне снова Закралась в душу, И земля, Нарушив девственность покрова, Меня с любовью приняла. От этих сладких ароматов Пьянею памятью ведом, Внимая пенью пернатых, Я четко вижу от щитом. Вокруг него забор и клетик, Чуть дальше бани у реки, И мы, порытые смутные дети, Росли, как в поле колоски. Но зерна отделив от плевел, Окрепли духом, И тогда пошли вперед. И каждый верил, Что не вернется вон сюда. С глаз перена слезой сползает, Слегка горчит, И этот вкус Меня тревогой наполняет И давит сердце тяжкий груз. И словно агнец на заклание Я принял боль, А там, вдали, В знак очищения засверкали Осколки вспыкнувшей зари. АПЛОДИСМЕНТЫ Ирина Ковшевлева! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ирина Ковшевлева! АПЛОДИСМЕНТЫ Не вместе, как ты любила, Не в попад, и вплоть до умопомрачения, Усиливающийся листопад, слабеющий в нем свеченье. Я слов, как снов, лишался там, Не изменял, но изменялся, Любил, не понят был и сам По-прежнему не признавался. За чередой и через дар, За слой и флой Ложатся листья. Нет и не будет никогда В том умысла или корысти. И вот, гонимый судьбой, Напару только вроси дальше, Непонимание и боль несем, Став непомерно старше. Мы жизнь свою на стороже Встречать принуждены со света, И в ней, как в осени уже, Все больше тьмы и меньше света. Александр Вишневский, Ира Ульянова, иди сюда. Куда ты побежал? Вот ты сидит, как мышка, да, не знаю, Я же говорю, надо ко мне подходить, Меня за вас, и вот так вот, я снял. Ира Ульянова, один стих и ты завершишь, хорошо? Здравствуйте, меня слышно? Да, пока да. Если будет неслышно говорить... Начинаете болтать в смысле? Так, тишина, пожалуйста. Включите тишину, пожалуйста. Стих называется «Точка на линии фон». Он, собственно, шел, неприметное ничем, Один, на сто тысяч подобных, Не то чтобы насильников, палачей, Ну, скажем, не слишком свободных в решениях. Шел по горящей земле, По вышенным поям и рогнинам, Где золото мирных пшеничных полей Разменено серостью минных. Он шел городами, Стреляя кого-то под шепот начальственных раций, Он, точка, изогнутой линии фронта, Который не должен ворваться. Но мальчик, пяти с половиной лет, Возник, как взорвалась граната, Достал из кармана штанов пистолет И выстрелил, как солдат. И пусть говорят, что солдат не цена, Их все же не десять, не двадцать, Но в линии каждая точка важна. А фронт, он не должен ворваться, Нисколько сомнению не подлежит солдату, Это пулька до черта, Но если мальчишка останется жить, То порвана линия фронта, Ему закричали, Стреляешь, балда, Но тут накатила усталость, Упал от пластмассовой пульки солдат, И линия фронта порвалась. Спасибо. Игорь Александр Ильич Левский Завершает стихотворение «Сегодняшнюю вещь». Завершу я маленьким, но перед ним прочитаю еще одно, Называется «Жара». С вехами фонарей размежеванный Чернозем окаянных ночей Рассеялся, дышалось еще вольней, И еще, и еще вольней. Утро рдела под птичьи пеницы, Горизонт искрилый металл, Как сварочный шов, Когда пенится под электроном металла. Казалось, конечно, казалось лишь, Дудки рассвет не проймет, Но вскоре с просонья Глаза лущишь, Встаешь с постели И вот Лето, Зноя, усиленная втрое, Да в небе, где кладь и тишь, Вороны в куски рубероида, Сорванного ветром с крыши, Давление взвелось аж по двести, Теперь уж спиртного ни-ни, И жить, говоря по совести, Хочется, но в тени. Только к вечеру дыхание ровное, Спишь под одной пустыней, И снится зима, Зашнурованная измилистой лыжней. И завершу небольшим остворением. Еще не знали люди крыши, В репейнике созвездий спали, Стихи и строились в спирали, И боги не рекли из ниш. От взмаха первого крылом Брала поэзия начала, Так словно сути не хватало Пространству без движения в нем. Александр! Александр Вышневский! Владимир Антибенко! Спасибо, дорогие друзья! Все, сегодня, представляете, Удивительная вещь, Сейчас 8 часов 10 минут. Уложение. И получается, что 3 часа Мы слушали поэзию, И уши у нас не завяли. Слава Богу! Всем спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.